Школьная пора – время особой внимательности для автомобилистов. С начала учебного года уже пять детей-пешеходов угодили под колеса машин. Сотрудники ГИБДД выходят в рейды. Вместе с полицейскими у «Зебры» в этот день дежурят и пятиклассники 25-й школы. Каждому юному пешеходу дети вручают памятку. Передайте это родителям, пускай они ознакомятся с этой инструкцией, чтобы вы, ваши родители, сделали вам типокарты. Маршрут движения в школу и домой знает каждый ребенок. Безопасным путь обязаны сделать родители. И что немаловажно, мамы и папы своим примером должны показывать, как вести себя на оживленных дорогах и пешеходных переходах. Нужно подождать, у скай придется ждать хоть пять минут или хоть долгое время, но нужно подождать, пока машин за видимостью горизонта не будет. После этого нужно медленно перейти дорогу. И пока ты пройдешь посередине, нужно посмотреть, опять появились ли машины направо, налево и дальше пойти. За этот год в округе зарегистрировано 17 ДТП с участием детей пешеходов. Из них пять наездов на «Зебрах». Это только цифры детской статистики. Под колеса попадают и взрослые участники дорожного движения. Буквально несколько дней назад. Такой случай на Некрасова-Арджоникидзе закончился трагически. Мы снова обращаемся к водителям с просьбой соблюдать установленные правила дорожного движения, соблюдать скоростной режим, особенно если вы подъезжаете к образовательным учреждениям, и при виде ребенка у обочины. То есть давать возможность пешеходам переходить в проезжую часть. Кстати, есть управа и на нерадивых пешеходов. Пересечение улицы в неустановленном месте карается штрафом в 500 рублей. За детей-перебежчиков раскошелиться придется родителям. Ольга Муравьева, Сергей Флоренцев, Телемикс.